Куда ведут конкурсы красоты? Какова роль рекламы в воспитании молодежи? Семья как основа национальной безопасности общества и государства? Эти и многие другие вопросы обсуждались в рамках конференции, прошедшей в Ростове-на-Дону. Представители духовенства, различных общественных организаций, научные деятели, а также те, кто неравнодушен к проблеме нравственного воспитания подрастающего поколения, собрались во Дворце культуры Ростельмаш. Красота естественная и искусственная. Противопоставление уже на афише конференции, куда ведут конкурсы красоты. В центре обсуждения не столько конкурсы, сколько проблема ценностных установок и целеполагания в современном мире. Когда участие в конкурсе становится самоцелью и смыслом жизни, потому что за счет этого она ищет себе легкого пути, при котором бы она получила положение в обществе, и она становится частью индустриальной машины, которая ее перемелет и как женщину, и как будущую мать, наверное, вот тогда это не совсем приветствуется. Одушевленная гармония, наполненная чувством и смыслом. Оставим это понимание прекрасного для энциклопедии изобразительного искусства. Во мнении участников, современное массовое сознание предпочло несколько иное видение этого вопроса. Идея красоты в человеке непременно связана с подвигом и с тем, что нужно преодолеть ему в себе для того, чтобы этот идеал красоты воссиял в нем в полной мире. Вот от этого трудного пути человечество во многом уклонилось. По данным социологов, в России каждая третья девушка мечтает стать частью индустрии моды. Постепенно в нашей стране по западному образцу развивается и детский модельный бизнес. Стремление к славе и красоте, а именно эти понятия связывают кандидатки, зачастую и их родители с работой на подиуме, порой ставят под сомнение образование и будущую семью. Это к вопросу о правовой культуре страны. Надо учесть опыт Краснодарского края. Там есть краевой закон, который направлен на защиту прав несовершеннолетних. Там четкая норма. Родители и должностные лица, способствующие проведению конкурсов красоты и вовлечения в них несовершеннолетних, привлекаются к ответственности. Административной ответственности, естественно. Я думаю, что подобные нормы необходимы во всех субъектах, а, конечно, в перспективе и на федеральном уровне. Конференция состоялась в контексте фестиваля семейного кино «Вверх». Поэтому неудивительно, что участники призвали решать судьбу красоты в мире в контексте понятия соборности, сообща, но в свете жизни личности. Пищелетиями православия, вера в Бога, это была твердая основа для государственности, для общества, для семьи, для всех тех добрых моментов, которые воспеваются в нашей литературе, в классике. Вот, мне кажется, об этом нужно почаще тоже говорить. И, наверное, даже не только говорить, а начиная с себя как-то, в общем-то, ну, быть миссионером и свидетелем тех истин, которые имеют, ну, такую большую сторону.